Человек человеку, друг, товарищ и брат, гласил известный советский лозунг, похоже, эти прекрасные отношения остались в далеком прошлом. Сегодня большинство россиян с недоверием относятся друг к другу. Такие шокирующие социологические данные публикуют в ЦИОМ. 73% опрошенных считают, что во взаимодействии с другими людьми следует проявлять осторожность. Наши граждане чаще склонны видеть в других эгоистические порывы, сообщают социологи. А вам, уважаемые телезрители, не кажется, есть ли он, вот этот вот высокий уровень недоверия в обществе? Ощущаете ли вы его и часто ли сами себя ловите на том, что осторожничаете в общении? Как, на ваш взгляд, мы до этого докатились? Поделитесь своими наблюдениями, и мы вместе обсудим это с экспертом, вот почему мы такие недоверчивые. А заодно давайте поиграем в игру. Вот «Человек человеку кто?» называется тема нашей получасовки. Ждем от вас ответов на эти вопросы. Варианты ваши, да, дополните эту фразу. И рада приветствовать в студии Елену Назарову, профессора кафедры социологии МГИМО, доктора социологических наук. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочется вот с чем разобраться. Мы уверенно говорим, Дим даже вспомнил практически лозунг известный, да, привыкли думать, что все друг друга хорошо знали, доверяли друг другу, были единой командой в Советском Союзе, а сейчас вот, мол, такое общество, которое расщепилось на атомы. А это так? А может быть, мы немного преувеличиваем уровень доверия, который существовал раньше, или нет? Ну, интересный вопрос, потому что доверие как таковое, как социальный феномен, да, оно у нас очень сложное, многогранное, многоуровневое. Начнем с того, что человек прежде всего учится доверять себе. Ну, младенец рождается, да, он полностью зависит от взрослых людей, и он, ну, неосознанно, но тем не менее вынужден доверять всем. По мере роста, взросления, ребенок набирается опыта, наблюдает за окружающим миром, начинает рефлексировать, понимать, сопоставлять, узнавать. Вот, и, в принципе, наверное, где-то в подростковом возрасте у нас начинается обратная реакция. То есть у нас дети начинают сомневаться в тех авторитетах, в тех истинах, которые им давали с рождения, в детстве, социальная среда, семья, система образования, и так далее. И вот этот уровень критики, да, недоверия, он начинает расти по мере взросления человека, как это ни парадоксально, хотя юношеский максимализм, да, он тут вот оборачивается оборотной другой стороной, негативной стороной. И молодой человек, выходя из таких достаточно комфортных детских условий, подростковых условий, школьных, во взрослую среду, да, студенческую, или после окончания вуза, он сталкивается с таким количеством проблем, к которым он не был готов в принципе, к которому ему не объясняли, как решать. И, соответственно, это, опять-таки, срабатывает не на уровень доверия. Мы начинаем сомневаться во всех. Вот если посмотрите данные в ЦИОМа, у нас выясняется, что самые доверчивые – это люди взрослого возраста, да, те, которые уже… И это отлично ждать мошенники. Да, и, в принципе, здесь тоже сопряжено с определенным психологическим аспектом, физиологическим, психологическим. Вот, к сожалению, современные условия, они не позволяют нам, так скажем, успокаиваться на достигнутом. В принципе, доверие с чем связано, прежде всего? С рисками, с теми угрозами, которые окружают человека. Когда простое элементарное общество, то, соответственно, вот этих рисков, угроз достаточно мало, все друг друга знают, и поэтому знают, что от кого ожидать. И здесь мы либо доверяем, либо не доверяем ближайшим. Добавляются сложности, добавляются различные уровни, сферы, в которых человек начинает развиваться, расти, от которых он начинает зависеть. И, соответственно, очень сложно человеку, его психике разобраться с этими трудностями. И тогда у нас защитная реакция срабатывает лучше не доверить, чем затем потерять, рисковать с этими вещами. Вы, кстати говоря, с Тамарой, когда обсуждали, готовились к программе, действительно обратили внимание на то, что наибольшее доверие проявляют как раз люди старшего возраста. И мы-то подумали, что, может быть, как раз это связано с советским воспитанием, не знаю, с советским мировоззрением. Привычка доверять. Может быть, с привычкой доверять, которая была раньше. Может быть, это с тем связано, что они лучше знают мир и людей. То есть опыт жизненный, который позволяет видеть иногда, да, так прозорливо понимать. Но они не знают, не ориентируются люди старшего поколения в новых техниках, в новых нахинациях, возможностях. Да, поэтому здесь риски достаточно большие. А вот давайте посмотрим сейчас небольшой сюжетик, потом обсудим, что это за новые реалии такие, в которых не ориентируются люди старшего поколения. На улицах городов мы спрашивали, доверяете людям? Пермь, Волгоград, Биск, вот на улицах этих городов и спрашивали. Давайте посмотрим, что нам ответили. Люди сейчас практически все, и я в том числе с гнильцой. Вот и все. Каждый стремится подставить другого, чтобы жить самому лучше. Ну, условия жизни такие тяжелые, это закономерно. Кто им сказал, что не доверяют? А доверяют? Доверяют. Доверяют и помогают. И на улице, вот когда нас видят, у нас бывают проблемы, люди помогают. Время уже такое, не доверяют больше, стали обманывать. Мошенников очень много появилось. Мне вот подружку недавно тоже позвонили и обманули. Так что вот стараемся уже на телефоны, на чужие не отвечать. Сегодня молодежь какая-то потерянная, неуверенная в завтрашнем дне наклепали вузов. Этих выпускников очень-очень много, которые не находят в себе работы. Неуверенность, недоверие порождает. Человек неуверен в жизни, у него недоверие ни к чему. Много обмана в мире. Врут друг друга и не доверяют поэтому. Ну, не знаю, я всем доверяю. Не доверяем друг другу, потому что мы были кем-то обмануты. Особенно в последнее время постоянно обмануты. Правильно? Плюс в средствах массовой информации нам еще постоянно говорят, что нас обманывают, обманывают, обманывают. Люди настороже. В наше время, потому что мало человека в человеке, я бы сказала. То есть не все люди, они как искренне к друг другу относятся. По мне, я всем доверяю. Я всегда в людях верю, что у них доброжелательность какая-то есть. Может быть, причина в том, что большинство людей эгоистичны. Сейчас эти времена, пертурбация, которая у всех день, только день. Ни совести, ни чести, ни уважения, ни понимания. А как жить? Ну, вот такие ответы, Елена Александровна. Наверное, вы тоже обратили внимание, что действительно люди старшего возраста говорят больше о доверии. Ну и да, а сейчас вот такие времена, когда там ни чести, ни совести. С одной стороны, я тоже умом понимаю, что раньше трава зеленее была, естественно. Воздух голубее, солнце желтее, да. Но не могу не спросить, а что же действительно с временами у нас текущими, что так изменилась ситуация? Вы обратили внимание, что молодежь, девочки, вот первая, которая давала интервью, да, и мало в человеке человека осталось. Очень глубокие замечания, кстати говоря. И что обратило на себя внимание? То, что люди молодого поколения, они не столько апеллируют именно к социальной среде, к окружению, да, они рефлексируют по отношению себя. Мы стали такими, понимаете? Это очень важно, потому что один из первых уровней доверия, то, что мы говорим, это доверие человека самому себе. Вот если мы знаем от себя, что ожидать, мы себе доверяем, мы можем рассчитывать на свои силы, на свой характер, достижение каких-то определенных целей. Вот это дает человеку первую стартовую позицию доверия, потому что через себя мы смотрим, как в зеркало других людей. Мы склонны их идентифицировать так же, как себя, то есть им приписывать те же самые качества, которые себя ожидаем. Вот поэтому характеристика о том, что сейчас люди такие, мы такие, да, стали, это очень показательно, это говорит о том, что все-таки вот диагностика есть, а для излечения первый этап диагностики, это очень важно, что мы не перекидываем на кого-то другого эту ответственность. Вот, а старшие люди, да, вполне четко, конкретно и трезво оценивают ситуацию, они наблюдают, скорее же, со стороны уже за этими действиями, да, и понимают, что среда на самом деле меняется. Давайте послушаем телефонный звонок. Владимир из Приморского края. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Да, слушаем вас. У меня вот такой вопрос. А может быть, это и не нужно никому, чтобы люди верили? Может быть, это все целенаправленно? Ну, вот мне седьмой десяток. Я помню мультик «Дядя Степа» и «Великан». То есть для нас это представитель власти, закона, он олицетворял добро. А сейчас, вот посмотрите, у нас нет ни одного фильма, где бы были хорошие, честные милиционеры, полицейские. То есть всегда один честный, а остальные все плохие. Может быть, это целенаправленно? То есть, может, это действительно делается все? Внушается? Поэтому и на отношения такой людей. Владимир. Да. Спасибо. Владимир, спасибо, спасибо. Довольно любопытное мнение, Елена Александровна. Я думаю, что для вас не секрет, что существует такая точка зрения, что в западных странах и в первую голову в США специально пропагандируется даже такая позиция, что да, власть, она там коррумпированная, власть, она, условно говоря, на Марсе, граждане должны быть жить сами, условно говоря, сами там следить, в том числе и за властью, но вот больше, больше, больше самоуправления. Отсюда и недоверие. Ну, не знаю, мне кажется, это теория заговора. Это теория заговора, несомненно. Но очень верно было отмечено о том, что, в принципе, один из основных аспектов – это доверие к социальным институтам. Мы с вами живем в обществе, мы живем по законам этого общества. А кто эти законы составляет? Каким образом эти законы работают? Есть ли механизмы их реализации? Какие нормы и правила? То есть, по сути дела, мы внутри вот этой вот нормативной матрицы. И что парадоксально, холодные общества – это те общества, которые функционируют исключительно по законам и правилам. То есть, там нет особой потребности вот этих межличностных отношений, довериях, ожиданиях и так далее. Ты понимаешь прекрасно, что ты пошел, получил необходимую услугу, четко, вовремя, без малейших моральных, эмоциональных затрат. А мы относимся скорее к обществам теплым, там, где необходимо взаимодействие. И вот в этом случае у нас получается, что ближайший круг, он становится более значимым. Люди, с которыми вы лично знакомы, они становятся более важны для вас, чем абстрактные другие, либо те самые вот эти вот законы, которые не всегда функционируют так, как они были задуманы. А коротко, география вот холодных обществ – это прежде всего какие страны? Ну, это, скорее всего, Скандинавия, где все очень хорошо функционирует. Вот это, в принципе, арабские страны, где тоже нормативные вот эти все аспекты есть. Во всяком случае, внутри своей культуры, да, это все очень хорошо отлажено. Огромное количество смс присылают наши телезрители, вот хочется поразбираться в них, потому что любопытные. Есть, конечно, проличный опыт. Воронежская область в 20 лет доверяла всем, но жизнь научила доверяй, но проверяй. А вот попросили поиграть, да, дополнить эту фразу «человек-человеку кто?» Саратовская область – прохожий. Дальше. «Человек-человеку сосед» – это Москва, да, с человейниками здесь эта тема больная. И вот любопытное сообщение. Липецкая область – человек-человеку в капитализме – конкурент и враг. Можно ли говорить, что уровень доверия разный при определенном политико-экономическом строе? Условно, социализм с общими идеями больше располагает к сплоченности, командному духу и доверию, соответственно. Капитализм с ничего личного, только бизнес. Не предполагает такого уровня доверия. Ну, в принципе, можно это предположить, что уровень доверия повышается по мере того, как людей объединяет общие идеи, ценности, идеологии, стремления, ожидания. Очень важный аспект ожидания в этом случае, да, потому что любое доверие, оно связано с ожиданиями. Мы ждем, что человек поступит таким образом, как мы хотели бы, да, а у него, может быть, совсем другие конструкции мыслительные в голове. И вот ожидания такие масштабные – это попытка спрогнозировать или себе сконструировать такое комфортное будущее. Вот хотя бы один шаг сделать. Вообще все, что у нас делается, это стремление избежать вот этих сложных-сложных проблем, издержек из нашего функционирования. То есть все, что мы делаем, мы пытаемся предусмотреть и оградить себя от негатива. Вот в этом плане доверие – это один из рычагов. Кстати говоря, да, это доверие получается как один из ресурсов, в том числе и власти, управления. Обеспечить доверие, то, соответственно, обеспечить существование организации, общества, государства. На очень интересную мысль меня этот разговор навел, потому что ведь раньше вспомните, как было, там, скажи мне, как пионер пионеру, или скажи мне, как член партии и члену партии. Подразумевалось, что вот при обращении к такой социальной группе лжи там уже быть не может, там предельное доверие, да. Может быть, у нас сейчас вот таких общественных структур не хватает? Может быть, у нас общество слишком разъединено? Вот до этих общественных структур нужно немножечко дойти. Поэтому мы сейчас должны, если у нас есть стремление к этому прийти, к комфортному обществу, да, доверие, всеобщее доверие. Вообще, в принципе, доверие, оно очень близко сопоставимо с пониманием справедливости. Потому что, да, вот именно когда доверие, тогда у нас начинает возникать справедливо-несправедливо, это несправедливо поступили и так далее, да. Когда у нас четко форматированное нормативное общество законодательное, то там справедливость изначально закладывается, и про нее уже никто не вспоминает. Потому что это уже становится фактом как таковым. И да, на самом деле нужно, ну, наверное, предпринимать определенные шаги с тем, чтобы, да, вот это доверие, оно становилось, ну, с одной стороны, ценностью, да, ценностью на межличностном уровне общения. Доверие на уровне институциональном, оно прежде всего основывается на репутации тех структур, организации, которые должны выполнять свои функции. И мы ожидаем от них эти функции. Тут хоть какие фильмы транслируй, если в жизни видишь другое, то... Да, вот, в принципе, то, что вот очень часто в ЦУОМ, Левадо-центры, да, уровень доверия к, и там дальше идут печени. Это не доверие к, да, мы не делегируем им какие-то определенные свои полномочия, ожидания, чтобы они нам... Это мы оцениваем их действия, функционирование. Это очень зависит от каких-то обратных связей, тех же самых новостных структур, принятых законодательных актов и так далее. То есть мы должны понимать, что нужно строить доверие. И на основе доверия уже потом будет очень комфортное общество. Ну, это идиллия. Слушаем телефонные звонки. Сначала Тамара из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Я могу только повторить еще раз и озвучить то, что говорили до меня. То, что недоверие и вот моя позиция, что человек человеку кто, отвечая на этот вопрос, я могла бы сказать конкурент. Это во-первых. И во-вторых, как бы, почему, откуда берется вот это недоверие? Наверное, все-таки от того, что, во-первых, я говорю, люди сейчас редко живут на своих местах, постоянно, и я живу в Москве, вот очень много приезжих, поэтому людям все равно, что о них подумают. И уже говорили о репутации, это действительно очень важный момент. И важный момент, что человек, который обманул, ну, неважно на каком уровне, на личностном или даже на государственном, далеко не всегда несет ответственность. И правильно, что вот еще раз тоже могу присоединиться к мысли о том, что обязательно должна быть и справедливость, это очень важно, и обязательно должно быть наказание за то, что, ну, или поощрение от человека, который по-доброму относится к другим людям, и наказание, если он кого-то обманул, и это доверие не оправдал. Это очень-очень важный момент, потому что, если ты обманул один раз, потом очень-очень тяжело восстановить вот это доверие. Спасибо. Тамара, спасибо. Ну, на самом деле, во всех мировых религиях, в принципе, это и присутствует, действительно, и воздаяние, и наказание. Давайте еще один телефонный звонок послушаем. Анна из Сочи. Анна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Вот я как раз-таки читаю в бегущей строке Воронеж, что один раз обманули уже недоверие. Они, в общем-то, недоверчивы, даже если их не обманют. Я очень долго работаю с людьми, лет 20 с лишним. Все, по моему наблюдению, все зависит от регионов. Сибиряки, Урал, Дальний Восток, Хабаровск, северяне, исключаю Якутию, тюркские племена, они не берут в счет. Они очень доверчивые и хоть 10 раз их обманут. Это у них такой менталитет, они доброжелательные, они открытые, они очень добрые. Все эпитеты могу применить к ним. Я такого мнения не на пустом месте, в течение долгих лет работы с людьми. А в какой сфере вы работаете, Анна? Домашнего воспитания от региона. Думаю, так. Спасибо, Анна, спасибо вам за ваше мнение. Елена Александровна, ну вот влияние социально-экономических формаций и на вопрос доверия мы уже обсудили. Но вот ведь что интересно, мы вот слышали, когда мнение прохожих на улице, многие говорили про мошенников, про различные вот эти вот телефонные все, там, обзвоны. Чуть шире возьмем вопрос. А в современном информационном обществе, когда человеку вообще нигде не скрыться от потоков информации, и когда она достает его просто со всех сторон в невероятных объемах, вообще вот возможно доверие, да даже того уровня, который оно было 30 лет назад, когда существовал один телевизор и книжка? Я не знаю, насколько это актуально, но на самом деле здесь скорее нам необходима информационная грамотность. Нам нужно понимать, откуда эти потоки берутся, какие целевые установки у этих потоков. Ну, то есть критическое мышление сначала мы включаем, мы должны сориентироваться, а потом уже из полученных каких-то данных понимать, кому доверять, кому не доверять, да, что три раза перепроверить, прежде чем на это сослаться. Я полагаю, что, в принципе, ну, вряд ли человек очень сильно меняется с течением времени, с течением поколения и так далее. Да, но скорость поступления информации сильно меняется. Да, определенные, да, характеристики, какие-то определенные стремления, ну, те же самые ценностные ориентации, моральные нормы, они не меняются с течением времени, веками, да, мы их просто ставим, в какой-то момент они должны быть нормой и, как сказать, необходимой для выживания, а в какой-то момент они становятся вот так вот в рамочку вернуты идеалы, к которому мы пытаемся стремиться. И сейчас мы скорее смотрим на эту рамочку, мы ушли от необходимости их соблюдать неукоснительно, потому что за несоблюдение этих норм и правил, да, помните, что в те времена были очень серьезные наказания. Опять-таки, да, санкции, о которых шла речь. Вот, поэтому, ну, наверное, нужно эти ценности из рамочки уже вытаскивать и их притворять в жизни. Спасибо, Елена Александровна. Елена Назарова, профессор кафедры социологии МГИМО, доктор социологических наук, была с нами в студии. Программа «Отражение» следим за своей репутацией, поддерживаем ее. Спасибо вам, дорогие телезрители, за ваше доверие. В студии были Дмитрий Лысков, Тамара Шорникова, переводчики жестового языка Маргарита Старцева, Мария Зизина и Виктория Бакунова. Мы прощаемся с вами. До завтра.